Всем привет! Это новое видео на канале Gadgetmania и сегодня будет большое сравнение двух замечательных смартфонов. Это Honor 10 и iPhone 10. Давайте начинать. Поехали! Ну что, друзья, пришло время поговорить о двух замечательных смартфонах. И сегодня у нас это будет iPhone 10 и Honor 10. Это большое сравнение, так как я его вижу. Я пользуюсь Honor 10 больше двух недель, iPhone чуть больше недели и уже готов сделать выводы и сравнить их лоб в лоб по производительности, внешнему виду, возможности камер и общие выводы от использования. Итак, давайте начнем с внешнего вида. Что из себя представляет один смартфон? Я все буду рассказывать по порядку, так как я это считаю, так как я это вижу в процессе эксплуатации. Honor 10. Это замечательный стеклянно-алюминиевый смартфон. Выглядит просто потрясающе. У меня на обзоре новинка, мерцающая зелень или мерцающий зеленый. Смартфон действительно выглядит очень-очень красиво. Спереди и сзади у нас стекло. При этом сзади у нас градиент, который переливается от зеленого до фиолетовых оттенков в зависимости от освещения. В iPhone X это у нас стеклянно-алюминиевый смартфон. В моем случае это Silver расцветка. Сзади смартфон белый, спереди черный, алюминиевая, даже не алюминиевая, а стальная рамка в iPhone X. И поэтому он ощущается немножко тяжелее, чем Honor X, потому что в Honor X это алюминий, он более легкий. В общем, внешний вид этих устройств, если вы стоите перед выбором, что покупать, Honor X или iPhone X, хотя вы, наверное, не думаете, потому что у них значительная разница по цене. Я думаю, что оба этих смартфона вас не разочаруют. Эстетическое удовольствие при использовании того или другого смартфона вы в любом случае получите, потому что действительно они оба очень красивые. Они оба шикарно смотрятся во время их использования. Вас будут узнавать, что, пользуясь смартфоном Honor X, что, пользуясь iPhone, вас будут в любом случае узнавать, что и понимать, какой смартфон у вас в руке. По многим причинам. Во-первых, маркетинг. Во-вторых, еще раз маркетинг. И в-третьих, еще раз маркетинг. Honor X рекламируется везде, где можно. Компания Apple практически не нуждается в рекламе. Ну и об этих смартфонах знают все, в том числе и дети, и старики, и вообще все. Внешний вид этих устройств, он действительно потрясающий. В iPhone единственный минус, это, наверное, как раз таки вот эта приятная, с одной стороны приятная тяжесть, а в Honor X, но все-таки оба этих смартфона стеклянные, оба этих смартфона очень плохо держатся у вас в руке. Потому что стекло, это очень скользкий материал, очень хрупкий материал. Использование того и другого смартфона повлекут дальнейшее приобретение стекол, защитных пленок, всевозможных аксессуаров в виде чехлов и вообще всевозможной защиты. И открывать всем внешний вид устройства и ходить в постоянном ношении без какой-либо защиты, со временем вы, скорее всего, уроните. И просто попадете на деньги, на ремонт, потому что стекло имеет свойство разбиваться. Но производитель хотел нам показать всю красоту и тут никаких преимуществ, то есть сразу я не буду ставить. Вы сами по себе ставьте очки, баллы, кому вы отдаете свое предпочтение. Не будет именно такого сравнения стандартного. Вот сейчас выиграл, допустим, Honor X, потому что у него градиент и такая расцветка красивая. Или сейчас выиграл iPhone X, потому что у него более технологичный дисплей. Нет, все выводы делаете вы сами. Я всего лишь рассказываю о своих впечатлениях, о своих эмоциях и передаю их вам. Дальше у нас идут экраны. Практически в одном и в другом смартфоне это одинаковая диагональ 5,8 в iPhone. Больше практически 6 дюймов, 5,84, как показывает нам программа AIDA64 в Honor 10. И это абсолютно разные, но при этом абсолютно замечательные экраны, что у одного, что у другого представителя данного большого сравнения. В Honor 10 это у нас IPS LCD матрица. В iPhone 10 это у нас OLED матрица со всеми вытекающими плюсами и минусами. Потому что в iPhone, раз это OLED, значит у нас черный-черный. Но при этом все минусы, которые могут, допустим, сопутствовать этой технологии изготовления дисплея. То есть у нас может где-то зеленить, белить и так далее и тому подобное. LCD матрица в Honor 10, она у нас Full HD+. В iPhone это у нас супер-ретино-разрешение. Если вы хотите характеристики, давайте я вам их сейчас зачитаю. 1080 на 2280 в Honor 10 у нас дисплейчик. 5,84 дюйма, 432 DPI. И у нас частота обновления 60 Гц. В iPhone это у нас 5,8. Причем оба этих дисплея 16,9. Вытянутый, современный вытянутый дисплей. 458 PPI. 2436 на 1125 пикселей. 1 к миллиону контрастность. OLED дисплей. 60 Гц тоже у нас частота обновления. HDR DCI-P3. То есть, если вы приверженец технологии OLED и у вас много денег, то, конечно же, вы, безусловно, проголосуете за iPhone 10. Если же у вас в кармане 25 тысяч рублей, вы хотите современный смартфон и вас устраивает матрица IPS и вам нравится бренд Honor, то вы, несомненно, отдадите свой голос в пользу данного смартфона. К поводу каждодневного использования. TrueTone технология в iPhone дает позитивные эмоции в момент эксплуатации. Безусловно, это круто. Похожая технология, точнее, практически то же самое, дающая технология в Honor 10 и в любом другом современном Android смартфоне, которое у нас дает защиту зрения, понижая. То есть, смартфон становится более желтым, экран становится более спокойный в теплых оттенках. Здесь тоже, безусловно, она выглядит, ну, круто. Кому-то это покажется, ну, просто бредом, каким-то просто надстройками над балансом белого в экране. Но, с другой стороны, почему нет? В iPhone у вас экран подстраивается под искусственное, не искусственное, под освещение, которое находится вокруг данного смартфона. Honor 10, конечно же, немножко послабее эта вся технология. Просто защита зрения путем софтовой обработки баланса белого. Вот и все. Вы можете это все в настройках регулировать, как в одном, так и в другом случае. Но если говорить о жизненной ситуации, как это происходит в каждый день, то вы практически не замечаете. Да, преимущество OLED. Для меня OLED-матрицы лучше. И Super AMOLED, OLED-матрицы, компания Samsung. Многие говорят, вырви глаз цвета и так далее, и так далее. Нет, друзья, все-таки OLED мне нравится больше, чем IPS-ка. По многим показателям. Хотя вы сейчас напишите в комментариях, что IPS-матрицы круче. Ну что ж, выбор за вами. Далее идет вырез над экраном. В том и другом случае он присутствует. Это показала компания Apple, демонстрируя, презентуя свой смартфон в конце 2017 года. И это стали делать все производители современных гаджетов. И Honor 10 не исключение. Здесь тоже присутствует вырез над экраном. Он обусловлен данью, наверное, технологиям. Даже не технологиям, а данью моде. Потому что сейчас любой современный смартфон имеет вырез над экраном. В iPhone 10 туда вбуханы все последние наработки компании Apple. TrueDep камера, которая считывает ваши лицевые мышцы. Которая работает практически без остановки. То есть она постоянно пытается найти вашу морду. Пытается проанализировать и сделать выводы, вы это или не вы. В Honor 10 технология просто разблокировки по фронтальной камере, которая присутствует в большинстве смартфонов. Конечно же, по безопасности iPhone 10 будет на голову выше, чем, допустим, Honor 10. Нужен ли вырез? В iPhone 10 он просто нужен. Я думаю, что в последующих моделях через несколько лет они все это сделают, как-то скроют под дисплей современной технологии. Но сейчас он есть и без него никак. Потому что если вы хотите пользоваться таким навороченным смартфоном по технологиям, то вы должны смириться с присутствием вот этой монобровью, вот этой кепкой над дисплеем в iPhone 10. В Honor 10 этот дисплей есть, потому что надо было сделать, но я не стану его ругать, потому что и в том, и в другом случае, по прошествию какого-то времени, короткого совсем, вы просто его не замечаете. В Honor 10 туда встроена фронтальная камера, значит, у нас разговорный динамик, датчики освещения, датчики приближения, в общем-то, в принципе, и все. Но при этом дает нам дополнительное пространство для сервисных иконок, для отображения времени, для отображения значков, переключателей. В общем, в любом случае экран становится чуть больше. Но при всем, при всех этих плюшках у нас есть просто опция отключения. И вы можете просто отключить, и у вас будет обычный экран без этой моноброви. То есть производитель нам дает возможность. Типа мы такие модные, и у нас он есть, этот вырез. Но если вы не хотите его, то, пожалуйста, отключите в настройках, и он вас не будет беспокоить. В айфоне отключить его в настройках нельзя. Он присутствует по умолчанию. Ты постоянно на него смотришь, со временем его не перестаешь замечать, и просто с этим свыкаешься. Поэтому тут очко победителю отдавайте сами тоже. Кто выигрывает в плане выреза над экраном, решайте и пишите в комментариях под этим видео. Дальше отсюда у нас вытекает технология разблокировки по лицу. В Honor 10 все это реализовано путем фронтальной камеры. Все это работает быстро. Скрыто это под анимацией. Пока вы нажимаете, быстро разблокируется. Пока пользовался две с лишним недели, пришло два обновления. С каждым разом стало это все быстрее и быстрее. Ну, это меньше секунды. То есть у нас бац, нажал, разблокировалось. В айфоне 10 у нас считывание лицевых мышц, постоянная обучаемость. Потому что вы можете быть, если вы другого пола, женского пола, вы можете быть накрашены, вы можете быть в парике, вы можете быть в очках. И здесь я поймал себя на мысли, что я вижу, как айфон 10 самообучается. В плане распознавания лица. Как только я себе его приобрел, он у меня появился в использовании. Сначала он меня в очках не узнавал. Постоянно просил вводить пин-код. Это продолжалось на протяжении трех дней. А потом он стал разблокировать меня даже в очках. То есть, понимаете, да? Процессор, весь этот, скажем так, вся эта технология заморочена до такой степени, что она здесь действительно крутая. И она по-любому круче, чем Honor 10. И по-любому круче всех пока ныне существующих смартфонов на момент записи этого видео. Поэтому тут лично я отдаю предпочтение в айфону 10. Но стоимость этих смартфонов разительно отличается. И переплачивать за эту технологию каждый решает сам. Стоит ли переплачивать? Каждый решает сам. Звук. У меня тут написано в подсказке звук. Для всех звук он разный. Там и там, по моей сугубо личной шкале оценок, он примерно одинаковый. В звук наушниках и там, и там хорош. Присутствие джека по 3,5 мм в Honor 10, конечно, несравненный плюс. Поэтому тут не стоит ругать компанию Apple то, что у него отсутствует джек для наушников. Потому что кто-то считает, что это уже не современно. Кто-то считает, что невозможно слушать и заряжать музыку. Существует куча переходников, чехлов. В общем, звук в обоих этих аппаратах, он вас устроит. Потому что, конечно же, это не хай-фай какая-то система, которая у вас стоит дома в гостиной или еще где-то. И это звук современного смартфона. То есть, он есть, он хороший, его слышно, звонок вы не пропустите. Звук в наушниках вас не разочарует. Ну и больше сказать о нем нечего. Да, при просмотре фильма или YouTube вы получите эстетическое удовольствие в плане звучания, если вы будете слушать основных динамиков. В обоих этих случаях фронтальный динамик исполняет роль дополнительного. И поэтому тут как бы, ну окей, он есть и есть. Здесь вот два прорези. Простите меня, пожалуйста, если во втором спрятан. Я вот этот момент, я что-то забыл прочитать. Да я не заморачиваюсь особо в этом плане, как бы забыл да забыл. Присутствуют ли в айфоне, снизу там две секции инженерных отверстий, присутствует ли там второй динамик. Вот мне просто интересно. Обязательно потом почитаю и может быть каким-то спойлером здесь где-то покажу, как бы или напишу. В общем, вы все знаете, вы все такие умные. Напишите мне необразованному, присутствует ли второй динамик именно под экран, снизу экрана. В Honor 10 я знаю, что его нет, там один сверху, то есть звук софтового распространяется, в том числе и на фронтальный динамик над дисплеем. И поэтому получается такое ощущение, что это стереозвук. По громкости все великолепно на том или на другом смартфоне. Дальше у нас идет производительность. И тут сразу бы хотелось сказать про стоимость того и другого смартфона. Один стоит 25 тысяч рублей, другой 65 тысяч рублей. То есть Honor 10 стоит 25, он в 2,5 раза стоит дешевле, чем iPhone X. При этом производительность ничем не уступает iPhone X, если можно так выразиться. Хотя стоит учитывать оптимизацию процессора Kirin, оптимизацию экосистемы Android и все, что из этого вытекает. По бенчмаркам вы видите все на своих экранах. По каждодневному использованию вы не заметите никаких таких жестких лагов. Система работает очень-очень хорошо, что на iOS 12, на iPhone X, что на MiUI 8, MiUI, все, MiUI, какой MiUI? Emotion UI на Honor 10. У меня не получается подружиться с этой системой. Я постоянно накатываю лаунчеры сверху, чтобы хоть как-то внешне видо изменить эту операционную систему, надстройку над Android. Ну, они работают быстро. Безусловно, все современные игрушки просто замечательно. Современный свежевышедший Title Asphalt 9 просто замечательно. Настройки там и там максимальные. Единственное получилось у меня такое внутреннее ощущение, что iPhone это просто проглатывает. Обработка изображений до такой степени шикарная. Графика шикарная, что ты просто тупо играешь и все. В Honor 10 вы на максимальной графике из-за отсутствия правильной оптимизации процессоров Kirin 970 и вообще линейки процессоров Kirin. Вы просто... Я себя поймал на мысли, что что-то тут не так. Либо это просто у меня в голове и это придирки, либо на самом деле что-то не так. Но в любом случае производительность этих смартфонов, она очень высокая. Эти процессоры сделаны по 10-м метровой технологии и техпроцессу. И оба они... В iPhone 10 это 6 ядер, в Honor 10 это 8 ядер. Одинаковое количество оперативной памяти. Практически одинаковое разрешение дисплея. Троттлинг отсутствует. В iPhone 10 есть у нас соп-процессор, который помогает обрабатывать. Есть графика дополнительная. И в любом случае вы не разочаруетесь. Все современные игры, каждодневные использования, какие-то, не знаю, тесты по производительности, еще что-то. Они просто это все очень-очень быстро делают. Единственная поправка, что на iPhone это iOS, а в Honor 10 это Android с настройкой Emotion UI. Вот и все. Кому как нравится больше? Мне нравится на iPhone. Не знаю почему, но безусловно Honor 10 практически не уступает. По количеству баллов, каждодневному использованию. Присутствует ли троттлинг? Троттлинг практически отсутствует. Батарея. В Honor 10 батарея 3400 мАч. В iPhone 10 это 2760 мАч. Но iPhone 10 у меня при моем режиме использования держит 2 дня, ребята. 2 дня. Я не ожидал от iPhone 2 дня. Реально. От 5,5 до 7 часов работы экрана на iOS 12. Это, безусловно, очень хорошие показатели. На Honor 10, как ни крути, день 1,5 максимум. То есть, если, допустим, целый день осталось 35%, то вы поймете, понимаете, да, что целый день на следующий день в таком же режиме использования вы не, скажем так, ну, у вас не продержится смартфон. И у вас постоянно мысль в голове, что надо ли Powerbank с собой как бы брать, либо к розеточке ближе подойти. В любом случае, современный гаджет, чтобы прям вообще без проблем от заката до рассвета оба этих смартфона держат батарейка. Батарейки работают отлично. Равномерный разряд, материалы, используемые при изготовлении этих батареек, безусловно, скорее всего, очень-очень хорошие. Но нюанс такой. На Honor 10 батарейка больше, работает меньше. Как ни крути. Скорость работы системы и скорость работы в играх. На примере игрушки вышеупомянутой Asphalt 9. Все играется отлично. Оптимизация процессоров Kirin все еще оставляет желать лучшего. Повседневное, каждодневное использование что одного, что другого смартфона радует пользователя, радует своего покупателя. Что на iPhone 10, вы не разочаруетесь, что на Honor 10. То есть у нас он не выключается, у него нет каких-то серьезных лагов. У него есть микролаги, что в iPhone 10, на Bete, на iOS 12, что на Honor. Ну, прям, чтобы вот так вот как-то совсем... Ну, нет, ребят. Безусловно, оба этих смартфона очень производительные. И каждодневное использование этих смартфонов, оно радует. Просто тупо радует. Кто тут лучше? Ну, окей, они одинаковые. Хотелось бы поговорить про системы оплаты. Apple Pay, Android Pay. Сразу хочу сказать о своих не совсем довольных эмоциях, испытываемых. И тем, и тем смартфонам можно расплачиваться в современном мире, в магазине, в кафе, в ресторане. Да везде, где принимают оплату бесконтактно. Сейчас практически везде, даже в ларьках. Но на iPhone 10 я на самом деле столкнулся с тем, что как раз-таки из-за трудая камеры и технологии распознавания лица, скажем так, технологии, которые на самом деле стоят денег, я прикладываю смартфон к терминалу, нажимаю два раза на кнопку питания для того, чтобы запустился процесс оплаты. И мне надо посмотреть. Но это не совсем удобно. Вот я себя поймал на мысли, что мне лично неудобно. Мне Android Pay удобнее пользоваться на Honor 10, чем, допустим, Apple Pay на iPhone 10. Системы iOS 12 Beta 3 на iPhone 10, Android 8.1 с постоянными прилетающими обновлениями, исправляющие тот или иной баг, улучшают, что-то делают, кастомизируют и так далее. Соответственно, Emotion UI 8.1, Android тот же самый 8.1. Скорее всего, будет обновление, поддержка как минимум два года по обновлениям. В этом плане компания Huawei радует своих покупателей, радует своих клиентов. Ну, ребята, тут долго рассуждать о том, что лучше iOS либо Android. Кому как. Мне вот ближе iOS. Почему? Хотя иногда надоедает. iPhone надоедает и хочется пользоваться Android. И ты берешь в руки, вот сейчас берешь в руки Honor 10, я им 3-4 дня не пользовался. Ты берешь и думаешь, блин, ну круто, Android, да, вот тут вот шторки, там можно нажать. Как-то все более продумано, что ли, для пользователей. В iPhone, конечно, это все-таки закрытость. Вот это вот, даже не закрытость, я неправильно говорю, я говорю какими-то стандартными словосочетаниями. В iPhone 10 ты всегда двигаешься по системе так, как тебя научила сама компания Apple. В Android ты можешь позволить себе все, что хочешь. Поэтому каждый делает для себя выводы, что для него лучше, iOS или Android. Качество связи, качество спутников, качество приема сигнала, разговора, безусловно, никаких претензий ни к одному, ни к другому смартфону нет. Все работает, безусловно, хорошо, LTE высокоскоростное, Wi-Fi двухдиапазонный, в Honor есть технологии переключения постоянно, то есть у нас интернет, если Wi-Fi у вас слабенький, он постоянно переключается на LTE. В iPhone тоже, в Soyuz 12, все это вроде как реализовано. Скорость передачи данных на максимальных скоростях. Вы слышите собеседника, вас слышат, все прекрасно, тут нет победителя, что лучше в этом плане, качество связи. Но, допустим, iPhone X в лифте в некоторых моментах показывает меньше деления на экране, деления связи, меньше палочек. То есть в Honor 10 он получше себя ведет в этом направлении. Но iPhone всегда, всегда у нас по связи, как бы, я не знаю, может быть, потому что это американская корпорация, у них что-то не так с бендами. Но качество связи в подвалах, вот в таких вот местах, в лифтах, я в подвале не проверял, но хотя нет, проверял. В подвале у нас магазин, в подвале, как бы, рядом с моим домом, то есть там связь можете потерять, как бы, имейте это в виду при выборе, если вы сравниваете перед тем, как купить. Самое главное – это фото баттл этих двух устройств. Honor 10, iPhone X. Давайте я зачитаю характеристики трех камер, которые присутствуют на том и на другом смартфоне, а потом мы с вами посмотрим, что же получается в условиях хорошей освещенности, в условиях плохой освещенности и вообще, как себя показывают камеры. Но, забегая вперед, Honor 10 снимает видео хуже, чем iPhone X. Это, безусловно, от этого никуда не уйти. 60 кадров 4К, что умеет iPhone X на основные камеры, со стабилизацией в обоих камерах, ни в какое сравнение не идут, хотя с не меньшим, с наибольшим количеством мегапикселей в камерах в Honor 10. Итак, камеры в Honor 10. 16, основная 16 плюс 24 мегапикселя, фронтальная, вообще, мама не горю, 24 мегапикселя. Друзья, безусловно, с технологией искусственного интеллекта, которая обучается, которая с каждым обновлением становится все лучше и лучше, безусловно, на Honor 10 вы получите очень крутые, очень крутые снимки. Что у нас есть в iPhone X? Это двойная 12-мегапиксельная камера со стабилизацией в обоих камерах, фронтальная на 8, прикиньте, на 8 мегапикселей. Обе эти камеры имеют, все три эти камеры, и там, и там умеют делать портреты, умеют размывать задний фон. Ну и портретные режимы в обеих камерах, они исполняют отлично. Кстати, хочу заметить, что обе эти камеры в режиме портрета могут делать ошибки в обработке, смазывать волосы, смазывать непосредственно объекты. Камеры, можно сказать, идеальные, но, в свою очередь, не без изъянов. Ну и вам для сравнения с фронтальной камерой запись видео Honor 10. Смотрите по картинке все сами, по звуку, в принципе, тоже. Делайте какие-то выводы, но, друзья, камон, разница в два с половиной раза. Камера снимает неплохо, но она такая, какая она есть. Тест видео на Honor 10. Базовые настройки. Вечернее время суток. Опа! Фокус к нам не хочет приходить. Вот так вот пришел. Все то же самое, только 4К, 30 кадров в секунду. На камеру айфона 10. Тут мне даже делать ничего не надо. Посмотрите на мелкие детали. На складки волосы. Учитывая в битве. Простите как карты. Проститеhea. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok В описании вы увидите, какой аппарат скрывается под тем или иным номером Будьте честны перед самим собой Сначала посмотрите фотографии, сделайте выводы И только посмотрите в описании, какая же фотокамера в каком аппарате в Honor 10 или в iPhone 10 вам понравилась больше всего Вы, друзья, меня извините, ни в коем случае я не задрачиваюсь на компанию Apple, ни в коем случае не ставлю iPhone 10 на порядок выше Но, простите меня, но по моим скромным ощущениям и под тем результатом, что я вижу, мне снимки, выполненные на iPhone 10, нравятся больше Мне, как видеоблогеру, очень важна видеосъемка, что на фронтальную, что на основную камеру На Honor 10 я не могу выполнить, то есть все примеры, которые я записывал на Honor 10 Друзья, расфокусировка, постоянно прыгающий фокус Может быть я в настройках что-то не так делаю Но этого нет в iPhone 10 То есть мне нравятся результаты работы камер в iPhone 10 больше Что нравится вам, смотрите в примерах и, как говорится, делайте свой выбор И обязательно напишите об этом в комментариях Итак, стоит подвести итоги всего этого большого сравнения При всей той абсурдности ситуации, сравнивая несравниваемые вещи Honor 10 ни в чем не хуже iPhone 10 Он дешевле, он выглядит так же сексуально У него замечательные камеры, у него хороший звук, у него удобство и открытость операционной системы И эмоции от эксплуатации, эмоции от использования у него такие же хорошие, как на iPhone 10 Что дает iPhone 10? iPhone 10 это прежде всего демонстрация возможностей Прежде всего технологии Прежде всего дисплей Прежде всего возможности видеокамеры То есть возможности камеры в плане съемки видео И iPhone 10 не хочется выпускать из рук Я себя постоянно ловлю на мысли, что iPhone 10 в этом плане, как бы, безусловно, мой фаворит Разница по ценам, еще раз, в 2,5 раза Honor 10 можно взять по ссылкам в описании в официальном магазине за 27 на 64 гигабайта iPhone 10 можно взять по ссылкам в описании за 65 и выше на 64 гигабайта Оба этих устройства дают положительные эмоции, которые практически не сравнимы ни с чем Современных гаджетов, таких как iPhone 10 и Honor 10, вам хватит на несколько лет вперед по всем их возможностям По производительности съемки, по всем, просто по всем Но разница в цене Я бы никогда, наверное, не купил смартфон за свои собственные деньги Прям новый за 65 тысяч рублей Так получилось, что у меня получилась возможность пользоваться этим смартфоном Он мой Поэтому я все-таки, конечно же, в этом не совсем легком выборе, кто круче или кто лучше Они оба, безусловно, хороши Предыдущее мое видео о том, какой смартфон лучше в 2018 году Нет таких смартфонов Если у вас есть возможность приобрести у вас полный кошелек денег Вы же думаете, что мне самое лучшее И если вам нравится экосистема компании Apple Нравятся смартфоны от компании Apple Безусловно, iPhone 10 стоит своих денег Я вам больше скажу По последним данным в интернете Бэушный рынок iPhone 10 Самый котируемый, который существовал за все время существования iPhone То есть, бэушные iPhone не снижаются практически в стоимости Наравне с конкурентами и наравне с предыдущими моделями Это говорит только о том, что он очень популярен Но Honor 10 это народный смартфон Всеми любимая линейка смартфонов И он дает практически те же ощущения За весьма меньшую сумму денег Это на самом деле абсолютно не умещается никак в человеческом понятии Почему китайцы, почему компания Huawei Может производить такие технологии за 25-27 тысяч рублей А компания Apple не может отдавать за непосредственно практически все то же самое За такие же деньги Они продают дороже Но тут, ребята, маркетинг Тут кто как умеет зарабатывать Компания Apple очень много зарабатывает со своих смартфонов С каждого проданного устройства Компания Huawei, ну, наверное, тоже что-то зарабатывает Но очень много продает Что одна, что вторая Но такая цена, такие реалии Как бы Главное, вы должны понимать, что Honor 10 ничем не хуже Он наравне Он создает конкуренцию Он конкурентно способен по цене Он ничем не хуже iPhone X Я бы его рекомендовал смело к покупке Я бы его рекомендовал всем тем, кто хочет получить современный красивый гаджет Который будет радовать вас каждый день Своей работой Своим внешним видом Своими камерами И своей привлекательной ценой Небольшая ремарка Оба этих смартфона на 64 гигабайта В iPhone существует версия на 256 iPhone X у нас 64 и 256 Honor 10 у нас 64 и 128 Разница в Honor 10 между 64 и 128 2-3 тысячи рублей В iPhone X 10 тысяч рублей Разница между 64 и 256 гигабайтами памяти Это надо постоянно держать у себя в голове Планируя покупку iPhone X Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца Обязательно пишите в комментариях, что вы супергерой Если досмотрели до этого момента Обязательно напишите хэштег Дональд Дак iPhone X на удачу Это мои два любимых хэштега И я обязательно вам отвечу Все полезные ссылки, как всегда, ждут вас В описании под этим видео Смотрите мои предыдущие ролики Обязательно пишите свое мнение по поводу Обоих этих устройств В комментариях под этим видео Но я с вами совсем скоро увижусь В новых свежих видео на моем канале Совсем скоро увидимся Всего доброго Пока-пока А также не забываем лайкать, дизлайкать Подписываться Колокольчик обязательно Прожимайте, прожимайте Если не нажат Если нажат, отожмите Еще раз нажмите Это очень важно для канала Это очень важно для того, чтобы я выпускал Как можно больше интересных познавательных видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok